Вы знаете, приближается День России. Ранее, честно говоря, такой, ну, наверное, не самый известный праздник в России, прямо скажем. Потому что он когда создавался, там всякие сомнения, была жива память о Советском Союзе, о могучем государстве. Как народ относился к этому, ну, не очень доброжелательно, прямо скажем, если говорить о всех людях. Вот, но вот проходит же время, и вот что мы сегодня видим? Россия, в общем-то, официальный правоприемник Советского Союза, хотя не такой, конечно, могучий, как Советский Союз, но Россия в конце концов осознала, что как бы западный мир и наши заокеанские соседи, они всю жизнь и всегда были заточены антиславянские, антироссийские. И набрав разбег на ликвидации Советского Союза, не без их помощи все это произошло. Они не смогли как бы остановиться, чуть-чуть там, может, притормозили, и мы там в поклон им пошли, они все дожидались, когда с их помощью, и гласной, и негласной, через всякие либеральные подходы в экономике, антипатриотические в истории, культуре и так далее, мы все-таки рухнем на несколько государств, еще, может быть, расколемся. И в этой ситуации готовили даже вот против нас, наших же братьев-украинцев-славян, перековали на антироссийские рельсы, практически перековали, возродив даже то националистическое движение бандеровское, укрепив его не только там морально, но и реально, оружием, сформированием отряда и так далее. Вот. И, наконец-то, мы это осознали и начали отстаивать право России на равноценный диалог и действия с Западом и с заокеанскими братьями нашими, если так можно выразиться, право на существование нашей истории, нашей культуры и вообще право существования России как государства и право на существование российского народа. И День России приобретает в этой ситуации новый оттенок, новое понимание. Я думаю, что это новое понимание и новый оттенок сейчас созрели в душе и в голове у каждого человека, живущего в России, ну, по крайней мере, в большинство. Потому что есть люди необычайного преклонения перед Западом, они вот сейчас взяли и как бы съехали туда, на Запад, и там против нас, против России ведут соответствующие как бы действия. Поэтому, понимая, вот, новое российское явление, вот, я бы все-таки хотел поздравить в этой ситуации своих соотечественников, я имею в виду, что в первую очередь жители Алтайского края, вот, с Днем России наступающим, вот, 12 июня, который будет. Пожелать здоровья, счастья, конечно, всем, вот, и все-таки укрепление понимания, что Россия должна стать настоящим, могучим государством, в которое верит его народ, то есть все люди, вот, и которое укрепляется в первую очередь за счет доверия этого народа. Правда, предстоит немного сделать теперь в этой ситуации с точки зрения внутренних действий в России для укрепления доверения еще вот экономическими действиями. То есть с праздником, друзья, здоровья, счастья и веры в Россию. Субтитры создавал DimaTorzok